А сейчас будет жесть, и жесть будет однозначная. У меня рак мозга, глиобластома. С этим раком мозга долго люди-то не проживают, естественно. Но я прожил 10,5 лет, потому что я лечился. При мне заболели вот эти замечательные наши звезды. Первоначально это была Жанна Фриске. Вот она была, Жанна Фриске, не видели? У нее была глиобластома. Я ей звонил, говорил Жанночка, но не смог дозвониться, потому что я объяснял. Поехали быстренько в Китай, там хотя бы укусы пчелы нам дадут продолжение жизни подольше, то... Не дозвонился, к сожалению. Дмитрий Ховровостовский, вот он справа находится, да? У него тоже была глиобластома. Это было чуть позже, я ему сразу объяснил, говорю, поехали, поехали, быстренько. Вот в это самое дивное место, говорю, видотокс, хорошая тема, но он лечился где? То есть Жанна Фриске где лечилась? В Америке. Америка полная, гнусная страна. Я не противник того, что там хорошо живется, вопросов нет. Но как там убивают людей, это отдельная тема, я ничего не буду говорить, но так оно-то и есть. Если Жанну Фриске не смогли спасти, ну я не знаю, о чем идет речь. А Дмитрий Ховровостовский, он где лечился? Он лечился в Англии. Там та же жопа, ничуть не лучше, поверьте мне. И замечательный, самый лучший человек. Я молюсь на него, естественно, потому что если бы не Михаил Задорнов, то ничего бы хорошего не было. Он так измывался над всеми, это было красиво. У него тоже было. Я до него звонил через первую жену, но его уже отперли. Поэтому, к сожалению, не получилось. Это было плохо. Давайте еще посмотрим, кто. Итак, Дмитрий Ховровостовский, Жанна Фриске, глиобластома. Итак, смотрим. Глиобластома, Жанна Фриске, глиобластома. Михаил Задорнов, опухоль мозга, глиобластома. Любовь Полищук. Эта тема другая. Рак легких. Это все от желудочной железы. Вот, 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 смотрите, что. Вот еще один. Валерий Золотухин. Вы его не помните, что ли? Вы не помните Валерия Золотухина? Зря, кстати, блин. Место встречи изменить нельзя. Это он снял. Я так понимаю. Вот такая штука. Но. Вы не думайте, что я дебил. Далеко не дебил. Я лечусь, естественно. Если бы я не лечился, то 100% было бы на том свете. Но 2-3 дня назад я залез в интернет ради прикола. То есть я до этого, естественно, искал, можно ли лечить глиобластому. Пока была полнейшая тишина. Но 2-3 дня назад это было ориентировочно. Ну, если сегодня у нас 28-е, да? 28-е. А, 29-е у нас получается, да? Октября, то я 2-3 дня назад, это было, ну, 26-е число, решил проверить. То есть они нашли это лечение. То есть написано. То бишь, они сейчас говорят, что это очень жесткое заболевание, пятое-десятое. То есть они нашли уже это место. И чем это будет лечение? То есть они нашли уже новую иммунотерапию. Лечение называется анти-CLA-4 штучка. И мы его назовем CD4T-CELS. То есть это уже есть. Это уже есть. Это уже есть. Вы понимаете, что это уже есть. Слава тебе, Господи, что это случилось. Вопрос другой. Почему я задаю вопросы на русском языке и ничего нету? Не верите? Сейчас, легко. То бишь, простой вопрос. Последнее лечение. Ли. Ну, в общем-то, нету ни хрена ничего. Вы понимаете? Технический прорыв российских ученых. Ну, может быть, может быть. Что-то и случилось. То есть, первый в мире изолированной перфузии пациентки. Понимаете, в чем проблема возникает? Я не противник. Я не противник ничего. Я противник того, что дай-то Бог, дай-то Бог, мы можем лечиться. Может быть, это случится. Может быть, это случится то, но уже новинки появились. И вы понимаете, что если бы эти новинки случились чуть-чуть раньше, эти бы специалисты, а это были специалисты экстра-класса, это были реальные специалисты экстра-класса, они бы оставались жить. И дарили бы нам лучшие ощущения. И чем быстрее мы это сделаем, почему наши специалисты в области онкологии не говорят вашу мать на английском языке? Ну, почему это делается? Объясните мне. Срочно, срочно делайте, лечитесь. И если это случится, если это случится, и я еще раз говорю, сколько денег я вложил в свою голову, вы сидите там, спокойно сидите, да? Жестко. На попе. 175 тысяч долларов. Вот здесь. 175 тысяч долларов. В моей голове. Почему-то не могло бы сделаться бесплатно. Люди, человеки, вы куда деваете структуру-то нашу. Мы этим не должны заниматься. Должно быть бесплатно. Если мы будем бесплатно это делать, как это делается, практически бесплатно. То есть, в принципе, если бы я был не таким дебилом, я бы поехал бы, естественно, чуть позже. Куба, конечно, это крутизна самая невероятная. И я еще раз поеду сейчас на Кубу. Может быть, они это дело сделают. Но если вы, россияне, это сделаете быстрее, я вам буду по гроб жизни благодарен. Вы знаете, что я это делать умею. Я это делать умею. Я это делать умею. Я работаю для людей бесплатно. Я работаю для того, чтобы они жили спокойно. Вы хотите поверить? Абсолютно бесплатно все мои лечения, глиобластомы, все должны быть, есть на Ютьюбе. Сделайте, пожалуйста, вылечите эту жесткую и очень нехорошую болячку, которая приводит в большинстве случаев. Какое в большинстве случаев? Ну, я не знаю. Грубо говоря, мне звонят, ну, наверное, человек 25, может быть, 32 человека, которые мне позвонили. Да это Бог, чтобы они жили. Господь Бог, слава тебе, Господи, что-то есть. Господь Бог, дай им возможность. Дайте людям жить. Это несложно сделать. В конце до концов. Господа наши, те, кто у власти, делайте это дело с мозгами! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!